Приветствую вас, смотрите, для начала я бы хотел, чтобы вы увидели определенное противоречие в том, что написали. Вы говорите, вы говорите, как вернуть девушку, которую очень сильно любите. А момент здесь, на самом деле, следующий. Если вы девушку действительно любите, то я думаю, что либо приняли бы ее уход от вас. То есть, ну, позволили ей уйти, например, либо, а, либо не допустили бы того, чтобы она ушла. То есть, не допустили бы того, что ей вот по какой-то причине, да, стало невыносимо с вами находиться в отношении. И вот это противоречие, в первую очередь, нужно разрешить вам. Второе противоречие, которое я вижу, связано с тем, что вы хотите девушку именно вернуть. Но вернуть, простите, вы хотите ее для себя? Или вернуть, простите, вы хотите для нее? То есть, кому, условно говоря, будет лучше, если она вернется? К вам, допустим. То есть, это первое, что, точнее, это уже второе. Что вам нужно понять. Дальше. То есть, вы понимаете, что девочку нужно разрешать только в том случае, если вы уверены в том, что ее это сделает счастливее. Вот, если вы сомневаетесь в том, что ее это сделает счастливее, если вы не можете быть уверены в том, что ее это сделает счастливее, вот. Что, наверное, возвращать ее не стоит. Вот. Ну, по крайней мере, тогда уже не говорить о том, что вы ее любите, о том, что у вас есть к ней чувства и так далее. Дальше. Значит, следующее, что необходимо, это выявить, почему девочка ушла и устранить причины, по которым она ушла. Но устранить причины не полностью, а лишь ту ее часть, которая связана с вами. То есть, ту ее часть, за что вы отвечаете. То есть, ту ее часть, которая зависит от вас. И, если вы, к примеру, собрались это сделать, да, если вы решили это сделать, то, я полагаю, что справедливо будет, сделать это для себя. То есть, сделать это не для нее, да, не выращивайте на то, что она вернется, если вы сделаете что-то, а именно для себя. Потому что вы, к примеру, да, считаете, что то, что вы сделали, то, как вы себя повели, к примеру, ну, является, в общем, негативным проявлением. Вот. Только в этом случае перемены будут, ну, действительно серьезными, действительно важными и действительно теми, которые приведут к чему-то, это приведут к какому-то результату, к примеру, а не просто, что вы, там, девочке что-то пообещали, к примеру. Вот. И она решила, ну, вам, там, к примеру, она решила вам поверить, она решила согласиться быть с вами. Вот. И если вы увидите, что у вас получилось, к примеру, ее вернуть, то есть большой риск того, что вы вновь будете вести себя так же, как вели до этого, собственно, до конфликта. Конфликта, а, что к этому самому конфликту и привело, привело. Вот. Далее, что хочется сказать, это то, что на нее саму давить ни в коем случае не нужно. То есть именно давить на девочку ни в коем случае нельзя. Это ее, скорее всего, оттолкнет от вас еще больше, если вы будете давить или если она увидит, что, к примеру, вернуть вы ее хотите для себя, а не для нее. Вот. Поэтому здесь нужно быть предельно осторожным и, в общем-то, не торопиться. Занять такую позицию по отношению к ней, чтобы ей было комфортно, чтобы ей было удобно, чтобы она ничего не боялась. Чтобы она чувствовала себя гармонично, вот. И чтобы ей, в общем-то, виделось, что в любой момент она может, ну, к примеру, выйти из отношений, да, если ей, там, допустим, что-то будет мне по душе. Если ей, допустим, будет, что-то неприятно. Вот. Вот, по факту, то, что можно вам порекомендовать, да, то есть необходимо создать фундамент. Возможно, новый, возможно, заново, но создать. Потому что то, что работало раньше, теперь еще не работает, либо оказалось разрушенным. К сожалению. К сожалению. Вы, а, говорите, вернуть девочку. А, очень важно, чтобы вы понимали, что именно вернуть, что означает восстановить то, что было, скорее всего, не получится. Потому что и вы, и она приобрели определенный опыт, ну, из того, что случилось, из того, что произошло. И, скорее всего, скорее всего, этот опыт будет на нее влиять. То есть он будет оказывать на нее влияние, он будет оказывать на нее периодное влияние и вести себя с вами, с вами так, как она вела себя, к примеру, до этого, она уже, возможно, не будет. Возможно. Я не утверждаю сейчас, наверняка. Просто хочу, чтобы вы это имели в виду. Самое главное, чтобы не было каких-то неприятных сюрпризов. Вот. Для вас. Чтобы не было для вас никаких неприятных сюрпризов. Поэтому здесь вам, конечно, нужно спросить себя о том, готовы ли вы, к примеру, принять девушку любовь. Потому что, если не готовы, то, возможно, у вас все-таки и не любовь к ней. Вот. Ну, а что-то другое. Не любовь, а какие-то другие чувства, вот, к ней. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, чтобы определить, что такое ваша любовь. То есть, что она? Любовь. И себя представляет. Именно ваша. То есть, любовь, она, по сути, бывает двух видов. Это любовь здоровая и любовь невротическая. Если любовь здоровая, то вы хотите счастье именно для своей девушки и, в общем-то, готовы, к примеру, признать или готовы принять возможность ее отказ быть с вами в отношениях. Если любовь все же не здоровая, если любовь все же направлена в большей степени или в какой-то степени на себя, вот, то здесь говорить о том, что у вас здоровая любовь, то есть такая, в которой, ну, здоровая любовь. Которая может привести к чему-то позитивному, например. Нельзя. Нельзя. И здесь я предлагаю вам уже посмотреть на то, что нужно вам, к примеру, от девушки вообще. Как вы себя чувствуете, к примеру, ну, к примеру, без нее. Что вы ощущаете, когда вы без нее, каково вам без нее и так далее. То есть природу ваших переживаний, которые имеют место быть, также необходимо будет определить. Потому что без этого невозможно будет, опять же, скорректировать ваше поведение, чтобы оно было максимально эффективным при возвращении девочки. Ведь стоит ей почувствовать, к примеру, какую-то, ну, например, фальш в вас. Или какую-то угрозу, к примеру. И, скорее всего, она решит вновь от вас уйти, так же, как она это сделала в первый раз. Ну, впервые. И второй раз уходить будет уже гораздо проще, потому что рубеж как бы пройден, и вам нужно быть уверенным в том, что на второй раз вы ее либо удержите, да, вот, либо уже смиритесь с тем, что именно она вам не подходит. И вот это уже будет такая определенная система, повторяющаяся система, вот, которая принесет себе деструктив. Ну и продемонстрируйте, продемонстрируйте девушке свои перемены, продемонстрируйте девушке свои изменения. Вот, покажите ей, что вы поменялись, покажите ей, что вы стали другим. Покажите ей, что то, что, к примеру, было применимо к вам раньше, теперь неприменимо или наоборот. Вот, покажите ей, что вы изменились, покажите ей, для чего, собственно, она должна с вами быть, зачем ей к вам возвращаться и так далее. Вот, я понимаю, что это звучит немного жестоко, вот, но, на мой взгляд, лучше так, на мой взгляд, лучше так, чем, к примеру, если вы дадите ложную надежду, ну, допустим, себе и ей, мне кажется, что это гораздо хуже. Вот, в целом, мне кажется, что вы, ну, достаточно, эм, сильно переживаете, вот, и для начала вам желательно бы, конечно, успокоиться, не делать каких-то, каких-то, таких поспешных выводов, да, не делать поспешных действий, вот, работать, может быть, над, эм, собой, вот, разобраться сперва в себе, вот, что произошло, и уже попом можно будет и девочку вашу возвращать, будучи абсолютно уверенным в том, что вы не воспринимаете ее, как, как, ну, как, например, последний шанс, как последний шанс, вот, что вы не видите ее, так, как последний шанс, это очень важно, и, соответственно, снижение мотивации, снижение мотивации, снижение мотивации, возвращать ее, пойдет вам только на пользу. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи, а также гармонии в отношениях, чтобы не повторять ваши ошибки. Продолжение следует...